Белорусский футбол И можно было бы, конечно, гораздо более быстро развить эту атаку Тем не менее, торпеда все равно с мячом Вилозу играет на Рамоса Тот может и пробить удар по воротам И я вот только сказал, что опасных моментов нет И приходится Леонову показывать все свое мастерство Рамос практически без замаха просто получил мяч Еще раз смотрим Вилозу где-то сможет на подборе тоже под удар сыграть Вот такая возможность прямо сейчас пробить у Бордачева Да, наверняка на ближнюю штангу еще раз мы могли бы видеть подачу Но нет, передача на Рамоса Удар по воротам Какой удар и какой сейф Вау, это с моего ракурса выглядело очень красиво И, если честно, уже можно было предположить Что Милозу так или иначе хочет на либо ассист, либо на гол наиграть Подача, удар Но там у них здорово получается играть Штрафной у Минска Васильев он может и пробить И, в принципе, делает он это Но вилозу мяч бразилец подает на дальнюю штангу очень сильно И не очень точно Тем не менее, мяч у Торпеды остается Еще одна подача вторым темпом И не было ли здесь руки Апеллирует к арбитру футболисты Пытается Антелевский в дальний угол закрутить Рамос на Устинова Какая классная комбинация Есть удар и есть! Первый мяч после рикошета Забивает таки Рамос Ну, скорее всего, этот мяч на него засчитают Хотя рикошет все же был И траекторию он мяча, конечно же, поменял Тем не менее, как казалось, мяч улетит в створ Поэтому могут его и на бразильца засчитать Совсем скоро мы это узнаем Ну, если засчитают, то это будет девятый мяч на счету Рамоса Торпеда на гол 100% наиграла, поэтому Давайте приступим к оглашению стартового состава Торпеды В воротах 92-й Алексей Козлов Далее полевые футболисты Виталий Устинов 3-й Кирилл Премудров 6-й Юрий Габовда номер 7-й Торпеда это Андрей Хачатурян Главный тренер Минска это Вадим Скрипченко Очень неплохая подача, удар по воротам И есть забитый мяч Как раз-таки под оглашение стартовых составов Играющих команд Роман Грибовский Вот так как-то спокойно, буднично забивает этот мяч Немного даже торпедовцы что ли не включились в эту игру По началу второго тайма недоволен, конечно, Пунтус Атаковал, атаковал коллектив Из Жодина по первому тайму Здесь по сути первый опасный момент у Минска И Евдокимов переводит центр Залеский Есть свободная зона у Алексея Решается он пробить Но что Васильев, что Залеский пока что обращает по ногам Мгновенная передача в касание Удар опасно Но будет угловой Но вот такой классный розыгрыш от Габовды С Антелевским Дмитрием Велозу на Рамоса Тот налево Хачатуряна пытается навесить Нет, это был, конечно же, не Хачатуряна, а Устинов Это Белас Неплохая передача в центр Можно здесь простреливать или бить Опасно, может быть, Афанасьев до мяча не достает Есть передача в центр Рамос до мяча добирается Либо сам будет бить Но вот как-то очень долго Габриэль пытался в этой ситуации разобраться Велозу еще один удар И здесь спасает как раз-таки защитник Евгений Чагаец Если бы не он, быть беде, вероятно Но Антелев, Афанасьев Мяч у себя оставляет, играет центр Торпеда все еще неплохо комбинирует Можно отдавать направо Есть здесь попытка перевести мяч Шрамченко подача на ближнюю Выигрывает мяч торпедовцы И в этом матче зафиксирована ничья Счет 1-1 Напомню, на 39-й минуте Габриэль Рамос забил первый мяч в этой игре На 47-й Роман Грибовский Ответил Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин